Если честно, я в шоке, пук. А перед началом данного видео, хотелось бы вам посоветовать вот такой вот крутой канал Максим Житков. Я уже не первый раз его упоминаю, он снимает очень крутые и качественные видосы. И давайте ему, ну, поможем набрать 2000 подписчиков. Ссылочка будет в описании, переходим и подписываемся. Он снимает видосики не только со своим скутером Suzuki Sepia, но и также берет мотоциклы и скутеры у своих друзей и знакомых. Реально, пацан старается, давайте ему поможем. Переходите, ссылочка в описании. Итак, дорогие друзья, всем привет. Всем спасибо, кто зашел на это видео. Ну и раз уж вы зашли, то досмотрите до конца, потому что сегодняшний видос будет очень интересный. Ну и также поставьте лайк, наберем 100 лайков и будет новенький видосик. Давайте набирать 100 лайков на каждом видео и тогда будет, ну, больше видосиков. Они будут лучше. Также подпишемся и напишем комментарий. Ну и сегодня, я думаю, вы поняли по названию видео, что у нас есть Coca-Cola. Вот такая вот Coca-Cola. И сегодня я хочу проверить сначала, что будет со ржавчиной, потому что у меня вот на диске есть немного ржавчины. Я полью вот тут диск несколько раз даже, наверное, и попробую оттереть это все. Так, сейчас я вам покажу, какой губкой. Вот такой вот губкой просто вот так буду тереть. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и после этого мы пустую баночку, вот тут вот горлышко это вырежем, все. И прикрепим вот сюда, где выхлоп. Попробуем сделать звук, как у мотоцикла. Я просто видел в Ютубе, что так некоторые делали. Мне вот интересно, что будет. Поэтому сегодня такое будет экспериментальное видео. Ну и начнем с ржавчины. Сейчас я открою баночку и попробуем налить сюда. Короче, смотрим. Итак, все, баночка уже открыта. Сейчас я немного попью, потому что, ну, мне все-таки вся Coca-Cola не понадобится на этот диск. Ну и потом будем уже проверять, что будет с ржавчиной. Поехали смотреть. Итак, я уже немного попил. Вот нашу Coca-Cola еще раз показываю. Давайте теперь нальем. Так, смотрите, тут вот так сейчас все происходит. Не знаю вообще, что получится из этого. Надеюсь, что-нибудь получится. Просто я смотрел видосики. Я думаю, вы тоже видели, что Coca-Cola хорошо ржавчину отмывает. Ну, я не знаю, насколько это правда. Я вот решил проверить. Ну, мне вот интересно, что будет именно вот в этом месте. Ну и мы сейчас посмотрим. Оно, я думаю, хоть какой-то результат будет. Сейчас немного подождем, потому что я думаю, что оно все не сразу это будет делаться. Поэтому подождем сейчас где-то минутку. Ну, может быть, две. Вот видите, тут какая-то реакция происходит. Ладно, все, ждем. И сейчас включусь, когда пройдет определенное время. Так, ну что, баночка у нас уже пустая. Я еще немного полил. И теперь будем проверять, что же у нас стало с диском. Блин, что-то мне кажется, что это вообще все не отмывает ничего. Но мы сейчас это проверим, конечно. Так. Ну, тут ладно. Хотя, вроде бы, немного даже отмывает. Но сейчас мы вот в этом месте проверим, потому что вот тут самая большая ржавчина была. Пацаны. Если честно, я в шоке, потому что, смотрите, тут было много ржавчины. И сейчас ее вообще почти нету. Но остался только... Остался диск. Без краски, без ржавчины. Я понимаю, что тут вот она опять образуется. Блин, ну это реально четко. Я думал, что уже ничего не произойдет. Короче, если положить в Кока-Колу что-то, вот минут на пять, то ржавчину можно будет оттереть. Блин, реально неожиданный результат. Так, ну и напоследок мы сейчас протрем это все тряпочкой. И просто посмотрим на результат. Надеюсь, что я сейчас тут смогу прикрепить фотку. Ну или можете перемотать назад. Где был диск до того, как я его Кока-Колой, так сказать, обработал. И вот тут было достаточно ржавчины. Теперь тут диск. Ну короче, блин, результат реально есть. И я такого не ожидал. Ну и теперь будем пробовать сделать выхлоп как у мотоцикла. Ну типа. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну все, колесо вроде бы протер. И, кстати, я еще хочу потом в ближайшее время покрасить диски в белый цвет. Я думаю, что будет с белым смотреться вообще четко. И теперь все. Мне теперь надо каким-то образом, короче, вырезать вот это все горлышко. Я еще не знаю, как я это буду делать. Надеюсь, что-нибудь сейчас найду. И потом проволокой вот тут обмотать и прикрепить к выхлопу. Все, сейчас когда я вырежу горлышко, наверное, если вырежу, то я включусь. Смотрим и не переключаемся. Итак, ну вот, что у нас получилось. Вот так я обрезал. Это такой у нас стиль, короче, вот эти вот. Короче, вы поняли. И теперь надо будет сюда прикрутить проволоку. И потом это все к глушителю. Поэтому сейчас мы это все будем проверять. Обрезал я вот такими ножницами и вот такой... Вот такими тоже ножницами, которые... Ну, вот так вот. Они, короче, очень хорошо режут металл. Все, теперь ищем проволоку. Прикручиваем сюда и прикручиваем к глушителю. Это я сейчас все буду показывать и рассказывать. Поэтому все, ищем проволоку. Так, смотрите, какой тут выбор проволок. Я вот взял вот такую. Мне ее должно хватить. Даже это, наверное, много. И теперь пойдем все это прикручивать. И так, дорогие друзья, вот как это все выглядит. Напишите в комментариях. Ну да, это выглядит, конечно, колхозно. Я так ездить не буду. Это я сделал для видоса. Но сейчас мы проверим, как будет звучать. Сначала мы сейчас без этой баночки все это, короче, заведем. Послушаем звук, а потом с баночкой. Вот, кстати, как тут я все прикрутил. Ну, сейчас это надежно. Но когда я первый раз только вот этой проволокой прикручивал, она все тут болталась. Короче, тут тоже пришлось повозиться. И мне это еще все раскручивать. Реально, поставьте лайк за это. Ну и теперь переходим к тому, что сейчас посмотрим, какой звук без нашего мега тюнинга и с нашим тюнингом. Так, сейчас заводим. Так. Вот такой примерно звук. Я думаю, вам слышно. Так. И теперь давайте подставим баночку. Мы ее просто берем вот так вот. Настраиваем, чтобы более, так сказать... Короче, чтобы выхлоп, выхлопные газы летели прямо вот сюда. Да. Сейчас небольшие технические неполадочки вышли. Итак, все. Я все настроил тут. Подставил, чтобы, смотрите, прям выхлопные газы, получается, будут лететь прямо вон туда. И у нас должны быть такие хлопки. Но сейчас я вам все это продемонстрирую. Звук. Короче, прикольный звук, я думаю, будет. Напишите в комментариях, как вы думаете, что будет. Ну, а мы сейчас давайте заведем и сравним с тем звуком. Я думаю, вы помните, какой был звук. Вот, слушайте. Мне кажется, такой звук поинтереснее, чем был. Так, давайте теперь уберем. Вот такой был, вот такой стал. Я думаю, вы чувствуете разницу. Так, давайте сейчас... Ну, как-то так у нас получился выхлоп. В принципе, звук неплохой, мне даже нравится. Но так я еще раз повторяю, что ездить не буду. Это, ну, я считаю, что колхозно выглядит. Но для видосика, в принципе, прикольно снять. Можете так же у себя проверить. Просто ради того, чтобы послушать звук. Вот, давайте еще раз заведем. Вот такие прям слышны хлопки внутри. Блин, я надеюсь, вам камера передает этот звук. Ну, я считаю, что реально прикольно получилось. Сейчас мне это будет, надо будет все снимать. Ну, и теперь еще раз повторюсь, что давайте наберем на этом видео 100 лайков. Также где-то примерно 600-700 и больше просмотров, потому что... Ну, чем больше просмотров и лайков, тем быстрее я хочу выложить видео. Ну, и также пишем комментарии, чтобы продвигать видос. И теперь я, наверное, сейчас поеду снимать следующий видос, который выйдет тогда, когда на этом видео наберется 100-120 лайков. Ну, посмотрим, от актива будет зависеть. И следующий видос будет интересный, потому что это будет покатушечка. И покатушечка будет во многих местах. И, скорее всего, она будет довольно-таки длинная. Поэтому для тех, кто любит покатушки от меня, она будет очень интересная и длинная. Ну, и на этом все. Вот такой вот видос у нас получился. Надеюсь, вы поставите лайк. Там все это сделали. И всем удачи, и всем пока.